в апреле 86 года вы служили в новополоцком вертолётном полку он деслацировался в новополоцке расскажите нам пожалуйста при каких обстоятельствах как вы узнали об аварии которая случилась на чернобыльской аэс об аварии уже практически 27 у полку сведения были и три экипажа во главе с командиром эскадрильи подполковников славников это славников жуков клещев экипажи они уже полетели туда в чернигов но связи с нелётной погодой они в бобровичах это под калинковичами на военном аэродроме переночевали и потом когда уже 28 погода ну будем так улучшилось они прилетели в город чернигов и там уже была создана оперативная группа по руководству ликвидации аварии туда естественно что входили и летный состав руководил этим начальник штаба ввс киевского округа генерал майор антошкин ну вот эти три экипажа ми-26 потом был еще один экипаж ми-26 из летного центра подготовки торжок и было вертолеты ми-6 ми-8 из украинского округа как говорится вот и они вот этими силами уже 28 начали думать как засыпать и как уменьшить чтобы уровень радиации для того чтобы потом смогли подойти рабочие и ну будем так устроить саркофаг то есть временную защиту с какими событиями вашей профессиональной деятельности совпало это известие я знаю что вы собирали совсем другую командировку перед этим я ездил в кобрин связи там со смертью новой жены тетя и уже 27 когда уже ехал в автобусе из минска боровуху я уже видел летят вертолеты ми-26 три наших вертолета и у меня уже было ясно что это летят туда именно в чернобыль уже 28 апреля вы будучи командиром вертолета ми-26 получили задачу вылетать чернобыль мы весь полк во злове командиром полка бульбы владимир лаврентий чем так мы уже было сбор по тревоге и с утра 30 апреля мы вылетели всех всем кинул в составом эскадрильи кроме этих трех что уже там были кто-то более опытные летчики они были управляли более такие кто вот например как я восемьдесят четвертом году переучился позже еще там к вальчук ну эти более менее опытные мы уже были в грузовой кабине нас привезли туда там прямо в чернигове и мы встретили уже командира эскадрильи славников владимир тот уже на прилетел из минска самолетом 26 и все те кто летали 20 эти 8 и 29 их отправлялись всех москву центральный научно-медицинский госпиталь и то есть проверить как воздействие радиации на организм человека помните ли вы ваш первый инструктаж перед вылетом сколько времени вам дали на сборы и что входило в инструктаж какая задача перед вами была поставлена значит задача была поставлена что мы летим место все уже знали что это дело серьезное ни одного дня значит тревожные чемоданы уже во всех были готовы и как говорится туда всегда как обычно входили и деньги собой чтобы по тревоге поэтому семью проститься не дали ну кто у меня просто еще жена была в кубрине все утром сказали что у нас планируется раз по тревоге вылез значит что то ну будем так чтобы все уже знали для чего и естественно что раз мы собирались вот 7 мая 86 года улетать в афранистан и есть такая вот фотография это мы именно перед афганистаном все эскадрильи сфотографировались и как говорится и готовились к улету в афганистан да а получилось совсем другое место значит получилось что улетели в чернобыль просто что никто из наших летчиков и техников никто не сказал я не полечу там и еще какие то я там заболел это было связано с тем что летчики не понимали до конца риск или были какие-то другие причины нет просто в то время но были личный состав идеология все командиры экипажа они были членами кпсс и знали что надо ну например защищать родину расскажите пожалуйста сколько занял перелет из новополоцка и где вы разместились определенно перелет длится примерно около двух часов расстояние получается где-то 550 километров и разместились мы на базе чернеговского авиационного училища летчиков то есть курсантов отправили на летние лагеря а в их казармах мы все разместились такая ну жизнь утром пять утра подъем шесть утра столовую там после завтрака доктор ходил и всем раздавал таблетки йодистый калий порошок чтобы защитить щитовидку а какие еще дополнительные меры были предусмотрены по прилете может быть вы это увидели чтобы сберечь личный состав я имею то может быть специальная одежда или каким-то образом усиленная кабина вертолетов какие-то конструктивные значит ну вот уже 30 апреля уже было нам предоставлено что привезли листовой свинец и этим свинцом услали под парашютом внутрь кабины то не эти но где этот сиденье и чтобы излучение вам не доставало снизу да да ну и сбоку здесь стекло слева справа тоже листы положили как говорится ну а так в принципе конечно было комплект входили еще противо вертолетов противорадиционные фильтры ну как всегда их сразу не взяли уже потом они довозили к лица то есть это тоже могло воздух очищать но в кабине пилотов а так вы одевали перед вылетом костюмы л-1 ну естественно шлемофон и кажется для радиообмена и потом уже слетал этот комбинезон то есть костюм снимаешь жара было ну 30 градусов а то может даже более и вертолеты нагревались ну как всегда металл нагревается очень быстро и нагревается но слишком жарко поэтому пока шла погрузка то есть груз вязали в тюки или же там штабеля свинец то нам пришлось прятаться где-то там на траве или как то что вертолет был очень горячий сан михалыч ваша основная задача насколько я понимаю было сбросить песок свинец на реактор до до потушить его окончательно чтобы наземные службы могли уже развернуться и подойти ему ближе да но верно ли то что в на тот момент вы не имели опыта работы с подвеской с грузом под вертолетом ну дело в том что вот для работы с внешней подвески еще так как полк недавно образовался и потом были периоды по полгода что мы как бы не летали эти пока там конструктивные устранялись и на внешней подвеске у нас были готовы только командир эскадрильи и три командира отрядов а здесь нам уже пришлось переучиваться сразу то есть мне вот например лично уже инструкторов не было они все же получили большую дозу так командир полка полковник бульба который сам только месяц как переучился на ми-26 а так он в основном летал на ми-24 нами 8 тоже и афхан прошел помните ли вам ваш первый боевой вылет как это было с какими техническими сложностями вам пришлось столкнуться сразу первый вылет привязали пять мешков то есть не мешков 5 таких парашютов которых вовнутрь парашюта был уложена мешки с песком ну где-то так примерно килограмм по 800 этого песка в каждом мешке было просто что они такие объемные и много как бы не получится взять и привязывали специальную крюку внешней подвески чтобы потом вот подлетел к реактору кнопочку нажал и этот груз плавно полетел вниз ну на наших вертолетах не 26 это было снова самая новая 3 телекамеры стояла то есть вы могли наблюдать попал груз во внутрь реактора и прямо в новость маленький телевизор внутри есть все мы это видели естественно что нашим экипажем было легко это кроме того там трое суток я может даже больше или четверо постоянно полковник нестеров он начальник армейской авиации киевского округа он на самом высоком здании этого города припять гостиница и там вертолет из трех площадок подлетают где-то интервал метров 300 друг за другом и докладываешь 5 76 выход на боевой разрешаю и как только поравнялся с реактор он дает команду 5 76 сброс и летчик командир экипажа нажимает кнопку сброса как вы заходили на реактор сколько вертолетов одновременно шло в звене как это было организовано там не звене там было три площадки и было все перемешку то есть мишей смог мидо 6 ми 8 который вертолет уже был загружен грузом тот устраивался в эту шеренгу и расстояние я живу такое было те дни где-то небольшое между вертолетами но у руководителя полетов были позывные каждой летчика и у руководителя которые там на гостинице он тоже самое уже доложили выход на боевую он уже знает что это такой-то но эти позывной будет сбрасывать вы управляли в чернобыле вертолета вы были командиром вертолета mi-26 не все знают что это самый крупный в мире транспортный вертолет из серийно производимых вот сколько в одномоментном вы могли взять на подвеске песка и свинца чтобы сбросить на реактор разрешалось нам по инструкции 20 тонн внутри кабины и 20 тонн на внешней подвеске ну вот к для примера мы в этом же году учения у нас были специальные учения мы загружали по 2 боевые машины десанта но на они где-то по 9 тонн и плюс загружали по 25 человек десантником с полным боекомплектом правда ли что такой факт имел место быть чтобы сберечь жизнь личному составу чтобы вы максимально короткое время проводили над реактором была разработана специальная инженерная подвеска то вы быстро сбрасывали груз и улетали да это благодаря вот заводам города чернигово что они за ночь по нашим заказам сделали вот эти вот кольца которые вставляются в люк внешней подвески для mi-26 для mi-6 для mi-8 чтобы кнопочку сброса нажал и груз полетел то есть не так вот как первые дни что высыпали на но долго по времени я знаю что вам приходилось работать в крайне нестандартных условиях давайте может быть мы для наших зрителей еще раз обозначим такой момент значит на какой высоте вы работали и в какое шахту какого диаметра вам нужно было попасть этой высоты сам реактор высотой 70 метров труба вот это вот которая здесь на снимке есть она возвышалась на 175 метров то есть а диаметр верхнего этого реактора верхней части конуса 18 метров и при взрыве естественно что крышка взорвалась и слетела и вот такой как говорится площадь 18 метров нужно было не снижаться вот так пролететь на высоте где-то 200 метров ну чуть выше чтобы не задеть грузом эту в трубу и будем точно попасть в реактор в этом была главная сложность этих работ да ну было конечно я не скрою что вертолеты вот например ми-6 у них двигатели тяга вооруженность на половину меньше нашей так они как-то боялись снизить скорость вот мы подзависали немного где-то гасили до 80 километров чтобы более точно попасть они меньше 100 километров и боялись что вот вертолет может груз бросить и клюнуть как-то так и поэтому были что попадали мимо александр михалыч очевидцы утверждают что вот конец апреля вот эти дни начала мая было адски жарко вот вообще была очень жаркая весна какая температура была во время вашей работы в кабине вертолета и как вы утоляли жажду выбрали воду с собой или значит у нас на вертолете проблемы никакой не было почему что у нас стоял обогрев или обдув кабины регулировалась температура можно было сделать комфортную температуру в кабине летчиков грузовой кабине это конечно бортмеханику не так комфортно было воду но мы набирали с собой термос где-то примерно на 20 литров питьевой термос и нам как бы хватало этой 20 литровой попить естественно ну что в жару это больше воды какой паёк был положен летному составу были ли там какие-то специальные продукты нет норма летная такая же кажется просто что вот добавляли и йоди стыкали даже вот правый летчик мой ему уже было 25 лет есен саша тот умудрился за два дня ни разу этих не не принять и все куда-то выбрасывал ну и естественно потом у него удали щитовидку то есть давали возможность щитовидке быть здоровой как проводила дезактивация техники и тех летных костюмов которых работали значит но первые дни это до 30-го они мыли вертолеты ну будем так смывали со шлана прямо на аэродроме чернигова потом замерили там увидели что фон радиации повысился и уже организовали помывочный пункт на полевом аэродроме морейки то есть это как раз если из от реакта до чернига 60 километров здесь получается 30 километров полевой аэродром травка зеленое большое поле там уже было организовано помывочный пункт то есть летчики уже прилетая с реакта заходили принимали душ и сдавали свои комбинезоны а нам выдавали постиранные то есть каждый день у вас был новый комбинезон ну да то есть после реакта вот так было поставлен даже вот случай такой интересный вот 3 мая мы прилетели как обычно но вылет никому не дают и потом уже у нас был старший майор клюшкин мы николай сходи узнай и говорят вот ждем должен взрыв реактора еще быть ну пока что все сидите ну естественно что 8 километров от реактора и ветер дует в нашу сторону как говорится все сидят так как бы это ну грубо под напряжением потом где-то уже после 12 команда отбой все по вертолетом полетели ну что хочу сказать почему беларусь пострадала больше всех от этой аварии что с 26-го где-то по 30-е ветер дул строго на север на беларусь строго а уже вот с 30-го и позже уже ветер строго на 180 и дул сторону юга украины и например вот такой город как чернигов в которой 80 километров но он был правее это розы ветров и он как бы не пострадал александр михалыч в сериалах современных а чернобыль часто показывают что 30 километровой зоне было распространено скажем так употребление алкоголя мол люди пытались спастись считалось что если принимаешь там алкоголь виной не только то это защищает от радиации правда ли это так ли это было ну и не возникали ли в этой связи у летного состава какие-то может быть курьезные ситуации или иные когда нам 4 мая отдали отдых и мы впервые вышли в город чернигов смогли позвонить своим родным кажется что мы вот здесь мы живем и там очереди чтобы ликвироводочную вы знаете это был горбачевский указ и все это о запрете там до километра доходили вот эти очереди гражданских лиц генерал-полковник ввс панкин издал приказ чтобы летчики спиртом промыли после реактора на площадке дезакциевации приборы приходит полковник рездовой моментом несет канистру выносит мой правый летчик саша ведро и такое грязное а он говорит вы столько не пейте это с хлористым цинком спирт до спирт но хотя спирт был медицинский народ нормальный вот ну будем так говорить чтоб а он налил немного он резовой лей побольше ну и тут ему где-то литра восемь на лил и потом мы столе козловым штурманом считаем сколько вылет статистику сколько груза саша если не доклад командир я ведь не только приборы помыл колеса потому что спирта было много к вице ну и уже потом такая интересная история на следующий день уже два экипажа мои майора клюшкина уже все помылись мы и ждем и кто-то из ребят а где же этот полковник с канистрой сегодня его нету привели это полковника уже он ну налей понемножку но уже мы налили в емкости такие в чистой емкости все сидят а кто же попробует этот спирт был старший лейтенант химик подчиненная это полковника химика и я вы можете определить нормально спирта нет но он такой тоже с юбором у меня приборчик есть приносит пол-литровую бутылку такую мутную какую-то я говорю борт технику саня алиу налей ему половинку нет эксперимент не получится полную но полную налили и он так интересно вышел на солнышко вот так вот разбалтывает а сам к дверям от глотнул а спирт хороший и выпрыгнул по прилету в барабуху уже как раз было 9 мая и вы все там по бутылочке спирта нам экипажа досталось сан михалыч вы сказали что 4 мая вам представилась первая возможность впервые позвонить домой сказать что вы живы здоровы какие слова вы даже не свои говорили помните не волнуйся все хорошо то есть а что еще плакала наверно в трубку да это жены всегда так как бы это ну потому что не будешь рассказать что мы там на реактор летаем что это все опасно зачем это какой момент вам сказали все ребята вы свое одежурили пора домой собираемся какие чувства на вас нахлынули в этот момент что вы ощутили после чего-то мая мы на реактор уже не летали два экипажа вот мой это майор клюшкина мы сделали подготовку вертолетов чтобы передать другим экипажем которые ну не получили дозу но все равно каждый день на площадку нас 8 возили вертолете все равно там будем так целый день находились в этой зоне и уже потом здесь 9 мая поступила команда всех кто остался всех забрать на вертолет и улететь домой было чувство исполненного долга и того что вы сделали все что могли таким чувством вы улетали ну конечно с чувством что очень помогли государства в нужный момент 4000 тонн который уже к исходу первое то мая было заброшено и наша частица там этого груза было криться но и единственное что за счет того что находился столько дней это получается 9 дней и голос у меня практически а хрип и это сказалось уже когда вел радио обмена то есть и александра моего права летчик тоже волос хриплый такой ну как всегда команде и уже эти когда прилетели боровуху заход на посадку там доклады такие уже были хрипели уже хрипели уже очень сильно вертолет тем более такой как ми-26 это огромная многотонная машина металлическая которая разумеется накапливает очень быстро радионуклидами интересно что стало с техникой которая вернулась после выполнения задания они были пригодны для того чтобы летать и сколько они еще летали по еще забрали эти вертолеты домой и летали где-то в течение года течение года и там получилось что меня после полетов ну по старше возрастом был я не было 36 лет у нас были вообще молодые лейтенанты по 21 году только с училища потом майор гершевского майор ровесника и командир скандрили под покором славникова слет на работу исписали и уже практически восемьдесят седьмом году с апреля месяца уже новые молодые ребята как говорится но повысили звание естественно там и уже летали но потом полетели один вертолет в ростов на заводе их производит ну и как-то у нас не особо никто не обращал внимание они замерили и оказалось что камера сгорания куда воздух засасывался и масляные фильтры там где-то какая-то но будем так говорить грязь немножко там фон был по одному и более рентгена не миллион но естественно что тут же все на уровне директора завода вам полчаса чтобы вас здесь не было летите домой или куда хотите но после этого прилетели домой приняли командование приняло решение что эти вертолеты отогнать на ту же площадку под реактор где вы откуда летали то есть вертолеты после командировки в чернобыль через год были списаны а трое офицеров из летного состава получается завершили свою летную карьеру да по состоянию здоровья вообще сколько мог летный состав максимально по документации получить облучение и сколько по факту получили первые кто летал первые 27 28 они получили ну максимальную дозу естественно что там были молодые ребята как вот там лейтенант прияткин там только с училища они все старались любым способом уменьшить дозу потому что боялись что их спишут все это на работы но и все вот кто летали первые дни и всем писали как бы по 25 рентген то есть не больше ну а у вас по факту какая была норма когда вы улетали ну у меня норма было меньше почему что мы летали на вертолетах на которых бортовые техники бортовой механики они уже летали с другими экипажами и вот и второго и третьего бортовой техник докладывает командир я уже выбрал дозу 25 полетов выполнил и надо менять экипаж ну докладываешь руководителю полетов что такой-то по дозе бортовая техника решите убыть на помылку а замеряли как получено изучение брали такой дозиметр как авторучка обыкновенный такой армейский дозимет но он тоже эти мог через час там уменьшить показания или это уже после нас были уже дозиметры накопители вот те уже показывают человек ходит там возле реактора или же на площадке она все напитывает а эти как говорится ну примерно но как за один полет меньше одного рентгена экипаж не получал за мужество проявлено при тушении реактора ваш экипаж был признан одним из лучших или лучших все дни да и вы были награждены медалью за боевые заслуги вот она у вас на лацканье пиджака это очень редкая медаль и награда в мирное время знают ли ваши внуки о том подвиге который совершил их дедушка весной 86 года до внуки обязательно у меня повезло что два внука один седьмой класс он ходит патриотический клуб скоро будет военную форму и мы пошли откажется втором в пятом классе и они очень интересуются и всегда у меня есть запись когда эти меня снимали они по компьютеру смотрят александр михалыч какая самая страшная тяжелая картина которая и сегодня встает перед вашими глазами когда вы говорите или вспоминать о чернобыле какие-то картины какие-то ну было что как только реактор полетаешь такое большое черное пятно на земле это по всей видимости было реактор когда взорвался это куски руды там и как говорится а мы дальше видно но это же был май месяц видно полях трактора пашут сеют к виться народ как бы еще надеялся что на этих землях что-то вырастет а мы разворачивались именно над самим городом припятью и вот она как в спешке все убегали эвакуировались там и были мебель на улице там эти вытащены и брошены и даже на балконах такие куклы всякие но игрушки эти то есть мы развернулись и снова по кругу для загрузки кого из ваших коллег с которыми вылетали тогда в те дни которых сегодня уже с нами нет вы хотели бы вспомнить сегодня я назвать их тех кто принял первый удар на себя в двадцать шестого двадцать седьмого очень хотел назвать то есть практически после аварии уже начали уходить из жизни первым ушел это василий александр водоложский он был начальник оперативной группы непосредственно летал над чернобылем и просто ему хотели но ухода то что писали чтобы сделать героем но в то время не было звание героя белоруссии и ему присвоили звание герой россии вот у ручья есть улица василия водоложского он единственный 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 посадил вертолет ми-6 в кобрине без двигателей и этот вертолет остался целый сам как огромное спасибо вам за интервью и низкий вам поклон вам и вашим коллегам за то что вы сделали тогда за тот подвиг который вы совершили весной 86 года спасибо вам